Девушки отдыхают В Дмитровском районе началась череда публичных слушаний на тему преобразования Дмитровского муниципального района в Дмитровский городской округ. Первые подобные слушания прошли в минувшую субботу в Деденево. Публичные слушания проводятся в соответствии со 131-м федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года. Открыл их слушание глава Дмитровского муниципального района, кратко изложив основные преимущества от появления на карте Подмосковья нового образования. В Целеево сдается дом и мы получаем предвест контракту 10 квартир. Я говорю, отлично, давайте, у нас есть очередники, город Дмитров, Целеево, город Дмитров, мне никто не хочет ехать. А рядом Деденево я говорю, Деденево, давайте так, там же тоже очередь. А Деденево нельзя, нарушение полномочия. Так, ладно, отступили. Следующее. У вас прекрасный культурный центр. Он совсем недалеко, ближе к каналу. Но там пока нет хорошего света и хорошего звука. Нужно 3 миллиона. Ну, лучше бы 5. 3, так, а вот 5 будет совсем здорово. Получаю письмо, говорю, нет проблем. У нас есть в районе деньги из районного бюджета. Нет, говорят мои финансистки, нет. У них полномочия по культуре, городского поселения. Мы не можем из районного бюджета ничего дать. Все. Понятно. Объединение территорий. Первое, что пришло мне в голову, я начала смотреть литературу. Смотреть, что происходит вообще на территории нашей страны. Что мы видим? Мы видим, что, например, город живет отлично, и у него неплохой бюджет. А рядом сельское поселение бюджет от силы 1 или 2 миллиона. При этом есть глава, есть депутаты, есть целая система чиновников в этом маленьком сельском поселении с бюджетом 1 миллион. То есть стало понятно, что городской округ – это скорее название. А мы говорим об объединении территории с целью решения проблем, которые стоят перед жителями нашего района. Напомню, в декабре прошлого года именно Елена Трошенкова выступила с инициативой об объединении городских и сельских поселений нашего муниципалитета в Дмитровский городской округ. Главы и депутаты всех городских и сельских поселений поддержали идею городского округа и вынесли данный вопрос на публичные слушания. Первый момент связан с тем, что произойдет консолидация бюджетных средств и определенные выравнивают бюджетные обеспеченности на территории нашего района. Когда у одного 30 миллионов, и он с трудом может содержать текущую деятельность, а у другого 200, и там даже не надо ремонтировать подъезды, потому что все уже отремонтировано, и то и другое сельские поселения, наверное, это не совсем правильно. Второй момент связан с тем, что мы хотим усовершенствовать систему муниципального управления. Ни для кого не секрет, что есть отдельные поселения, где плохо выполняется работа. Ну, и денег, может быть, нет, с одной стороны. И с другой стороны, отсутствует участие в тех или иных программах. Например, в программах аварийного жилья, в программах газификации. Поселения оторваны и не участвуют в программах, например, строительства домов культуры. Вот эти все моменты приводят к тому, что нужно усовершенствовать систему муниципального управления. Ну, и еще один мой аспект – это проведение уже единой экономической политики на всей территории нашего района, то есть которая создаст какие-то, я бы сказала, одинаковые равные условия для предпринимателей, позволит нам более эффективно использовать территорию, улучшить качество жизни нашего населения. По словам главы Дмитровского района, сегодня в поселениях встречаются две ситуации. Деньги в бюджете есть, но полномочий нет. И наоборот, есть полномочия, но средств нет. И учитывая, что в сегодняшней ситуации нет механизмов перераспределения доходов между поселениями в границах одного района, единственный способ организации финансирования – это взять в долг у кредитных организаций. Зачем следуют проблемы выплаты процентов по кредиту, вопросы финансовой устойчивости бюджетов и тому подобное. Поэтому трансформирование муниципального района в городской округ, по мнению Елены Трошенковой, процесс логичный и в какой-то мере неизбежный, тем более в условиях очень непростой экономической ситуации. Период подготовки к публичным слушаниям. Все желающие могли направить письменные и устные замечания и предложения по вопросу публичных слушаний. Их поступило четыре. На публичных слушаниях в городском поселении Геденева было зарегистрировано 135 местных жителей. 27 человек записались для выступления. Говорили как в пользу объединения дмитровских поселений в городской округ, так и против. Хочу сказать о том, что своего жилья не имею. Имею только ума, мы жилье в Орловской области, но оно сейчас сюда никак не относится. Я проживаю в Московской области уже 10 с лишним лет. Ну, хочу сказать, что я, конечно, за единение, если действительно Елена Борисовна сможет в чем-то помочь. Добрый день, уважаемые собравшиеся. Являюсь руководителем нового центра культурного развития, который открыл свои двери в апреле 2017 года и на территории городского поселения Геденева. Естественно, для нас вступление в округ – это большая надежда на то, что округ решит и поможет нам в приобретении многомиллионного профессионального звукового и светового оборудования. Вот эта централизация для оптимизации уже нашла свое отражение в реформе здравоохранения. Факи прецедировали, переорганизовали. И наша поликлиника в Еленевске не стала лучше после централизации. И образование. Вы ко мне обращались, чтобы вам собрали деньги на этот самый, лорд, я в технологический. Собрали? Молодцы. Значит, в отношении образования, здесь мы говорили хорошо, то, что ЕГЭ вели, это так хорошо. Теперь надо выучить вот это, сюда. А все остальное выучить. Поэтому это я очень выучил. Поэтому то, что вот сказано в выступлении главы, это хорошо. Хотелось бы, чтобы все эти мои пожелания, я не верю, я верю, я верю. Народ боится объединения. Кто-то сказал, только станем городом, налоги поднимутся на землю, газ поднимут, электричество поднимут, все поднимут. Отверьте, пожалуйста, вы не знаете. Второй вопрос. Пол деревни, разбитая дорога. Я 12 лет Светлане Николаевне уже голову ел. Со всеми делами. Навигатор к КМКУ ведет через деревню. Обратился к Владимир Васильевичу. Ты большой человек-сенатур. Обратись к нового гатора. Пускай вокруг деревни, где Путин ездит, народ. Он говорит, зачем мне это надо? А люди едут и бьют машины. Потому что пока не позвонишь или не позвонишь. Давай без личности, давай без личности, ладно? Сторонники городского округа говорили о выравнивании бюджетной обеспеченности в случае объединения территорий по новому принципу. О повышении в этом случае эффективности бюрократического аппарата. О выравнивании тарифной политики во всех поселениях. Противники идеи городского округа говорили о большей закрытости от населения власти в таком образовании. О решении проблем центра за счет периферии округа. Неожиданно эмоциональным стало выступление жительницы Деденева Людмилы Соломатиной, которая уже много лет просит переселить ее с детьми из квартиры на втором московском переулке, которая, по мнению женщины, непригодна для проживания многодетной семьи. В 2011 году у меня старший сын получил инвалидность. В 2012 году у меня ставят на очередь. Как мне Наталья сказала, что у меня поставили по... Вот когда мы будем в округе, точно я не поможет тебе? Да ничего она не поможет. Поможет. Она не говорит, что я приеду. Нет, я была приеду, а только она меня видела, она открыта закрывала. Потому что у нее нет возможности и тебе помочь. Моей дочери год и два, шести месяцев она сидит на пульмикорте. Знаете, шутка такой. Четыре раза я отказывалась от госпитализации. Но как я не сумела, потому что я понимала, что теряю маленькую дочь. Сейчас нам ставят бронхит, обструкции. Знаете, что это такое? Вы знаете, помощница моя подойдет. Давайте не надо успокоиться. Собрание в Деденево открыло череду публичных слушаний. Об объединении сельских и городских поселений в Дмитровский городской округ. В Дмитрове собрание жителей на эту тему состоится 22 января в 16 часов в здании районной администрации. После того, как жители всех поселений выскажут свое мнение по этому поводу, законодательный орган нашего муниципалитета примет решение о выходе или не выходе с инициативой в Московскую областную думу о преобразовании территории поселения в городской округе. Что касается публичных слушаний в Деденево, то голоса участников распределились следующим образом. 115 за городской округ, 6 человек воздержалось, четверо проголосовали против. Напомню, результат публичных слушаний носит рекомендательный характер. Последнее слово за народными избранниками Совета депутатов Дмитровского района. Нужно ремонтировать дороги, нужно, чтобы было горячего, нужен хозяйский язык. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok